приветствую друзья я тут хочу показать одну вещь это свое время мой друг и коллега и ученик по методу ключа сергей степанов выпустил такой проспект сейчас я вам его покажу и скажу зачем я об этом говорю значит сейчас его фотографию покажу он в сердце европы там и мои картины поставил и соответственно он делал там программу detox это удивительный талантливый человек который и психолог и врач и целитель да и там фильм вышел я к своему стыду только его увидел и там коммент написал поздравительный потому что мы все так разъединены вот сегодня вот мой друг сергей степанов очень светлый человек да и он в этом проспекте как раз таки и делал ссылки на этот ключ и это имело большой успех его методика соединенная с ключом и поэтому сейчас о его фильме я хочу кому это интересно будет обязательно посмотрите потому что этот фильм называется сергей степанов не врач фильм портрет режиссера людмилы усовой ю тубе наберите вот так вот и я андрею нашему окатушу в красноярск послал это я ему написал андрюша это же наша сергей поздравь их тоже там комментам но логотош мне конечно сейчас это сделает но в дело в том что время-то проходит и на скаку как говорил высокие высоцкие не заметишь как и товарищи нету вот видишь время это прошло там некоторое время а я только сейчас этот фильм увидел а вы посмотрите сергей степанов . не врач . фильм портрет режиссера людмилы усовой почему я говорю про локотоша мы с локотошем в свое время тоже фильм делали учебный фильм азбука саморегуляции для детей их родителей педагогов на базе школы там выступали и дети которые обучены приемом ключа рассказывали как они сами это применяют и их педагоги или директор школы но очень интересный учебный фильм который был одобрен и минздравом и именно образованием свое время распространялся по школам это было давно но вообще это очень важно потому что тогда еще и синхрогимнастики ключ не было а там уже видны вот первые приемы которые использовали дети и получали необыкновенную такую вот радость потому что они снимали зажатости нервномышечные лучи сдавали контрольные работы делали экзамены своей подряд она маленькие дети совсем они там рассказывают ну а сейчас я хотел еще сказать об этой картине эта картина которая только сейчас закончил ее показал сейчас наши наташи кузьминой по скайпу показал которая белоруссии но вы знаете наш писатель она сказала слушай какая хорошая картина и на меня говорит похоже но я очень рад если наташи это похоже так очень рад на самом деле у наташи тоже личико такое беленькое глазки такие хорошенькие голубенькие и здесь уже она говорит только хорошо у тебя получилось а я долго пытался долго пытался так вот что мне написал локотош красноярский он и врач и психолог по методу ключ мой ученик мы с ним всю жизнь работаем как и сергей степановым все время потому что сергей степанов кстати говоря он даже в этой книге моей предыдущий там как раз таки есть где он говорит о тесле а выступление тесле там где-то на ниагарском водопаде или где-то там был какой-то симпозиум или что такое тесла говорил что настанет время а сейчас как раз таки то время когда люди будут уже меняться ну то есть короче говоря тесла был великий изобретатель и он изобретал я так понимаю как специалист ходя в некое состояние когда то о чем то он думал и изобретал продолжал изобретать уже в этом состоянии которое называл встречи с абсолютом на самом деле это состояние между сном и большинством нулевое состояние но когда вы об этом думаете там продолжаете мечтать или продолжаете решать какой-то вопрос или представлять себе свои изобретения пытаться найти ответ на вопросы там продолжается в этом состоянии генерации мысли свободная от этих шаблонов и страхов и комплексов от вашего личного эго который постоянно чего-то там боится самоутверждается но там много чего интересного но сергей степанов конечно молодец такой я его очень уважаю очень люблю по-человечески все его семью очень уважаю потому что конечно его любимая семья ему поддержка а он поддержка для всех людей вот это очень интересно посмотрите этот фильм а теперь андрей лакотош мне прислал достоевского фразу прислал и гуджиева фразу прислал это интересно что у меня прислал посмотрите что у меня прислал так достоевский несмотря на свою игровую зависимость которая была вероятно следствием эпилепсии определенным образом повлияло на его литературный талант писателя обеспечив ему всемирную славу русского гения вот что написал тогда достоевский свобода не в том чтобы не сдерживать себя а в том чтобы владеть собой достоевский да а вот что написал гуджиев ха интересно такова природа человека что за первый твой подарок он падает сниц перед тобой за второй целует твою руку за третий подлизывается за четвертый лишь кивает головой один раз за пятый становится слишком фамильярным за шестой оскорбляет тебя а за седьмой судится с тобой за то что ты дал недостаточно георгий гуджиев был как раз таки выдающимся гениальным человеком гуджиев конечно вы многие его знаете если не знаете посмотрите там в ютубе георгий гуджиев создатель института гармонического развития человека сын грека и армянки который познакомил как раз таки запад с востоком да и очень интересный человек и там у него теория октавы о том как взаимодействуют различные уровни природы и также представлены они в человеке но это очень интересно вы знаете что я вам скажу гуджиев конечно в то время создавал институт развития гармонического развития человека мы сейчас создаем школу чек будущего мы работаем в ней давно но уже в этом веке это школа человека больше хомо футурус на самом деле школа человечность методология и приемы ключа это инструмент к этому потому что когда человек выходит из стресса зависимости и отсекливается от какой-то проблемы выходит на безмятежность он продолжает об этом думать но уже без страхов комплексов и стереотипов и может переключать себя настраивать себя так ну то есть установка по моему определению установка психологическая это предварительно распределение психической энергии на предполагаемую реакцию и допустим вы на что-то настраиваетесь и в этот момент у вас не получается то что вы хотели сбой установки возникает фрустрация ну например чашку уронили и хочется сказать сразу выплеснуть эмоции какое слово вы скажете скажите кто то гавы ах а другой говорит ах елки-палки а третий говорит на счастье чашка разбилась на при она счастье кто кошку кто что говорит момент выражения этой мощные эмоции выплеска вот этого неожиданного да ну вот допустим что-то уронили тарелку дорогую свою которую вы любили уронили что вы тут даже знаете образованный человек даже очень как бы культурный человек даже мужчина или женщина неважно в этот момент могут так высказаться да да и вот я в одном из роликов говорил интересную вещь почему мат официально запрещен почему запрещен я отвечал на этот вопрос в этом ролике потому что человечество тогда решится ресурсов выражения самых мощных эмоций ресурса решится но разопрещено а почему запрещен потому чтобы он не лишился этого ресурса потому что если разрешат всем матом разговаривать по телевидению в кино в книгах ресурс это не будет вот почему запрещено я понятно сейчас сказал или ты я запутал вас но если запутал вы напишите мне там вопросы но я хочу еще раз повторить почему запрещено потому что если разрешить человечество решили лишиться самого одного из самых мощных ресурсов выражения эмоции почему потому что по моему представлению когда он в таком эмоциональном стрессе находится от неожиданности уронил разбил почему не это выскакивает потому что у него происходит падение на уровне более низкой организации психической деятельности на уровень своих предков 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 до обезьяны а там вот видимо так и разговаривали ну вы знаете я шутник но в то в каждой шутке есть доля правды подумайте вот например вы когда роняете что-то или что-то у вас обрывается как вы это высказываете внутри себя хотя бы каким словом потому что мы сейчас романом газенко с психолингвистом журналистом автора многих документальных фильмов будем сейчас делать вебинар и там будем вот от этих слов понимаете очень важно что мы подобрали себе слова роман газенко как раз и нам поможет как это делать потому что он поможет как по корню слов распознавать смысл слов лежащих за этим словом но эти знаки но сам рассказывает лучше чем я об этом это будет очень полезно потому что после этого мы на самом деле наш внутренний диалог совершенствуется и совершенствуется внешние отношения с людьми на человеческое сознание как бы расширяется объем внимания у расширяется много чего хорошего практически происходит и так я еще раз поздравляю нашего друга и сергея степанова нашего участника школа человек будущего homo futurus андрюши привет жалко нет гуджиева жалко нет достоевского потому что все нормальные люди в принципе если глубоко задуматься думают одинаково и поэтому ничего интересного то в том нету что в принципе когда я приемы показываю на бесплатных ликбезах или в книгах пишу потому что природа наша такова что все действия настолько простые просто там когда я их осознаю и мы все вместе там создаем науку человечности и метод ключ как инструментарий к этому мы там начинаем понимать что человек устроен настолько просто настолько просто поэтому до этого и додуматься трудно и когда мы это открываем а люди которые не посвящены например новичок заходит книгу читать например или наши ролики смотреть на бесплатных ликбезов зум заходит они что по 23 часа может посмотреть кто не смотрел еще записи висят там все время и вот много себе полезного найдет почему я об этом обо всем говорю потому что приемы настолько простые что он иногда не понимает а где же само действие потому что он привык шаблона а здесь как раз таки суть что это осознанная часть механизма бессознательной работы мозга который мы и сами всегда применяем неосознанно а здесь осознанно да но в виде действий в виде приемов и поэтому он смотрит и не понимает или слушает меня и не понимает он говорит а метод то где ему нужно так номер один поднял руку номер два опустил руку номер три вдохнул номер четыре выдохнул номер пять как осадный как йоговские упражнения подмассаны и шассаны мудры и так далее вот и нужно конкретно шаблонно а метод ключ впервые в мире это принцип подбора путем перебора и вы на тех действий которые ваши но которые вы делали инстинктивно а теперь вы будете делать осознанно и они дают большие преимущества потому что они переходят на уровне сознания со всем блоком ваших бессознательных процессов и процессов организма и происходит целостность когда ваше ум и сердце и тело в единстве синхронизированы и тогда вы здоровы и тогда вам хочется не ругаться друг с другом а любить друг друга по-человечески как говорил святой франциск хочу чтобы люди были здоровы и любили друг друга я бы хотел сказать хотел бы чтобы люди были свободны потому что без свободы невозможно быть здоровым да и невозможно любить потому что если ты зажат ты стрессе а мы показываем как раскрепоститься раскрепоститься снять нервномышленные зажимы Ну и так далее, и так далее, и так далее. Итак, смотрите фильм, вспоминайте Гуджиева, дорогого, очень уважаемого, Достоевского вспоминайте. Великие люди, я вам хочу сказать, если глубоко задуматься, все люди думают одинаково, одинаково. Только каждый думает, может быть, в своей области, и каждый хорош на своем месте. До встречи, друзья.